Три дня на свидание дала в СИН Веронике Королёвой, чтобы женщина смогла зачать естественным путём ребёнка вместе со своим мужем Николаем Королёвым. Он осуждён за терроризм по делу о взрыве черкизовского рынка. Она сейчас в гостинице вместе с моей коллегой Жанной Карпенко. У вас многодетная семья, один из детей, мама, и вы хотели всегда десять детей. Сейчас мы приехали в гостиницу Собь, которая находится в посёлке Харп. А здесь при гостинице есть кухня, на которой я буду готовить блюда некоторые, которые я хочу заранее приготовить. Также мой муж попросил привезти ему из Макдональдса Биг Май. Ну, просто ему очень захотелось. Он говорит, привези мне, пожалуйста. Сегодня я хочу убрать в холодильник их, чтобы они у меня как бы, ну, не испортились. Также я буду убирать сегодня тортики в холодильник. Я их все разложу, а потом аккуратненько по полочкам разложу. Также у меня есть... Также у меня есть... А я приготовила, чтобы у нас было красиво всё очень. Несмотря на то, что мы в таком месте находимся ужасном, я хочу, чтобы у нас там была очень красивая праздничная обстановка. Поэтому я подготовила, ну, праздничную такую, чтобы застолье праздничное было красивым. Секунду, сейчас я открою. А то я прям всё запечатала, чтобы у меня там ничего не это в самолёте, в багаже не попортилось. То есть вы хотите, чтобы, может, было не просто вкусно, но и романтично. Ну, чтобы, да, чтобы и красиво тоже было. Так, и что там? Секунду, секунду, сейчас. У меня всё так сложено это. Так, приготовила тарелочки разные. Самое основное, наверное, будет, это моя скатерть, которую я выбирала, ездила, искала по Москве, чтобы у нас была романтичная такая. Ну, знаете, это к годовщинам ко всяким, к нашей теме любви. Мне она очень понравилась. И плюс к ней я приготовила. Сейчас покажу. Нашла в магазине в Москве. Я хочу, чтобы мы сок попили из бокалов. Ну, я не то, что там это, ну... То есть алкоголь не разрешать? Нет, а мы алкоголь не пьём. Мне просто хотелось, чтобы как-то у нас был такой романтический там ужин, не знаю, или обед. Вот. И разные салфеточки, тарелочки у меня здесь. Вот салфеточки, вот тарелочки. Как с посудой вообще? В колонии ножи и острые предметы? Ну, как нам пояснили, что там на время будут давать острые предметы вот эти, как бы. А как будет, ну, как там само будет, я ещё не знаю. Но предупредили, что на время только. Вот у меня столовые приборы. Это я хочу там украсить комнату, чтобы красиво было. Хоть мы и взрослые, но хочется, чтобы у нас как-то вот, ну, романтично, празднично, несмотря на вот такое место тяжёлое. То есть главное всё-таки цель не накормить мужа, а всё-таки вы хотите ребёночку, правильно ли? Ну да, да, но чтобы всё красиво же было. А не то, что вот там ребёнок, ребёнок быстрее и быстрее нет. Чтобы это всё как бы вот в красивой обстановке. А вы вообще давно хотите детей? И вот, ну, хотели вообще детей? Ну, вообще вот, когда я маленькая росла, я всегда почему-то думала, у нас семья 11 детей. Мама родила с папой. И я думала, что когда вот мне исполнится 18 лет, я тоже выйду замуж 18 лет и рожу 10 детей. Но в моей жизни, видите, как получилось, что Колю я встретила только в 23, в 25 его уже арестовали. И что вообще сейчас 10,5 лет мы в разлуке жили с ним. И вот сейчас только первая, как бы такая встреча после долгой. Поэтому я, конечно, хочу, чтобы всё и красиво было. И чтобы, ну, как-то вот, и мы и насладились этим временем. И в то же время, чтобы не было вот такого, что вот ребёнок, ребёнок, да, ребёнка мы хотим. Но чтобы не испортить это свидание вот этими вот дёрганьями, там, ребёнок, ребёнок. То есть чтобы красиво всё провели время мы, ну, насладились друг другом. А там уже как Бог, как небо там после свидания. А вы сказали, что сладости везёт, да, отмечать какие-то события. Какие события будете отмечать? Ну, значит, я хочу, чтобы мы отметили, мы же венчались в колонии, здесь праздника у нас не было. Венчание, потом все наши даты, вот, дни рождения его, мои дни рождения. Ну, также годовщины венчания вот каждый год. Обычно мы поздравляем друг друга, и я дома просто там тортик куплю, мы с чаем дома попьём, и всё, скромненько. А тут я как-то хочу вот, ну, почему я и привезла сюда много продуктов, потому что я хочу и оливье там сделать, и винегритик. Ну, то есть разные такие праздничные там, как, сейчас, секунду, шпроты там, знаете, вот такое. Ну, вот всё, что на праздничном столе. То есть я хочу, чтобы у нас прям вот праздник был. Конечно, тяжело было, я очень переживала, довезу я или нет всё. Сейчас я посмотрю, да, у меня всё нормально. Вот видите, помидорки, там перец, всё у меня хорошо доехало. Также вот здесь, правда, я сейчас буду в морозку это всё убирать. Тут я постаралась, чтобы у меня не разморозилось всё для праздничного стола. Это холодильник, да? Это сумка-холодильник, да, я просто очень переживала, что он у меня может разморозиться. Ну, тут такое уже, знаете, вот там огурцы солёные для винегрета, там, ну, вот крабовые палочки, мясо, сосиски. А вы салат будете готовить или что? Нет, я решила, чтобы он просто покушал крабовые палочки. Ну, вот так вот. В общем, всё, чтобы и празднично, и вкусно фрукт постаралась. Ну, и вот тортик. Наверное, вот это вот наш основной торт будет. Вот этот медовик, потому что другой, он такой, как бы, более обычный. Я предлагаю загружать всё это в холодильник и отправляться по делам. Я знаю, что у нас ещё есть... Нам ещё, да, поход в магазин сегодня, докупить некоторые продукты, которых мне не хватает. А что докупать будете? Ну, там уже, знаете, такое масло растительное, ну, соль, там, сахар. Я же не повезу в самолёте, я же знаю, что здесь это всё есть. А вот таких пирожных здесь вообще не бывает. То же самое, там, колбасы, ну, мясо, вот, которое я привезла. То есть я знаю, что здесь такого нету. Сладкого у меня, конечно, много, потому что муж очень сладкое любит. Я решила прям на сладком, ну, акцент сделать. Это торт «Наполеон» здесь. Вот сейчас продукты докупим. Приду, буду варить картошку, там, для оливье, для венегрета. Скажите, а на себя-то время останется как-то с себя? Ну, я планирую, знаете, как, вот сейчас в магазин сходить, потом отдохнуть немножко, вот. Потом всё приготовить, и уже под утро сама приготовиться. Ну, к свиданию. Всё. Ну, так. Всё.